Дорогие друзья, приветствуем Ирину Грачеву. У нас на прямом эфире я представлюсь. Меня зовут Алексей Трофимов, я капитан-инструктор, основатель яхтенной школы и тоже пересекал океан неоднократно. Как говорится, есть у меня некий опыт пересечения на небольшой лодке, на лодке 9 метров. Это гоночная лодка, в даблхенд мы шли. Но все-таки цель нашего сегодняшнего прямого эфира – это поговорить с Ириной, чтобы она рассказала о трансатлантике в рекордном переходе с Михаэлем Райкенинг. Второе – это участие в мини-транзате 2019 года. И третье – это участие в чемпионате Франции в классе мини-транзат, где Ира заняла первое место в этом году. И подготовка к следующему году к участию в мини-транзате 2021. Поэтому, Ир, приветствуем тебя. Привет. Я так понимаю, что ты не видишь слайды, которые у нас идут, да, раз ты говоришь, что у тебя… Да, я их не вижу, но я верю в тебя, что ты вовремя… Вовремя все буду делать. Смотри, может быть, просто было бы, наверное, интересно, если бы ты про них что-то рассказывала. Может быть, я тебе скину ссылку, ты по ней зайдешь, ты можешь так сделать и смотреть их там? Давай я попробую на телефоне чуть-чуть подсматривать. Да, просто чтобы понимать, что показывается. Наверное, так будет интереснее. Вот, друзья, и мы будем говорить про пересечение океана, про гонки именно океанские, про класс мини-транзат, мини-6,5, так называемый. Он там тоже отличается. Есть классика, есть прото. Вот Ире удалось поучаствовать на разных этих лодках. Она расскажет про свой опыт, все-таки, как вот, что отличается. Вот, ну, пока Ира сейчас подключается, я немного расскажу про свой переход. Но я про него уже несколько раз рассказывал, вы можете найти у меня на YouTube. Это был тоже интересный очень экспириенс. Мы шли на Pogo 30, выходили мы с Гран-Канарии, стартовали мы в ралли ARC, Atlantic Rally for Cruisers, в гоночном дивизионе. И мы потратили 16 дней 20 часов. То есть, это результат довольно-таки неплохой для лодки 9 метров. Pogo, что такое Pogo? Pogo, это, скажем так, не совсем гоночная лодка, да, она быстрая. Ну, мы шли в дабл-хенд, соответственно, 4 часа ты спишь, 4 часа на вахте. Вот, и большую часть времени, процентов 70, мы несли передние большие паруса. Это Генокера. У нас их было 3. Вот, но, скажем так, что для нас, если брать старт с Гран-Канарии и финиш на Карибах, это довольно-таки простой переход. Ты идешь с пассатами, у тебя попутные ветра. А если участвовать в мини-транзат, то ты должен дойти еще до Канарских островов. Ты стартуешь в Пескаре, да, и погода там немножко другая. Потому что пока мы дошли даже вот от Габралтара до Гран-Канарии, мы два циклона ляпались. Это было непросто там. Вот это все. Пройти сильный литраж квалистый, прохождение фронтов. Вот, и самый сложный участок был дойти до Гран-Канарии. Потому что там более жесткие условия. Так, ну, как у тебя? Есть. Отлично. Я вас вижу, но с задержками. Ну, ничего. Ты можешь отключить звук у компьютера. Тут главные слайды, которые будут транслироваться вот в правом углу. Чтобы ты могла про них что-то рассказывать. Ну, все. Тогда я, как говорится, передаю слово Ирине. И, конечно, хотелось бы начать с первого. Как ты пришла в парусный спорт? С чего все началось? Училась все достаточно давно, когда я была подростком. Училась в школе и попала в парусный спорт совершенно случайно. Просто за компанию. Пришла в яхт-клуб. Причем даже не в сам яхт-клуб, а поначалу зимой в бассейн, потом на какие-то теоретические занятия. И только через несколько месяцев добралась до каких-то первых тренировок. И с самого начала я поняла, что парусный спорт – это не просто кататься на яхте, но и нужно работать руками. Мой опыт начался с ремонта. То есть еще до своего первого выхода, в 12 лет, я начала ремонтировать яхту, на которую пойду. Поэтому никаких иллюзий по поводу парусного спорта у меня, наверное, не было с детства. И я просто всегда воспринимала его со всеми плюсами и минусами. Меня это увлекало. И с тех пор, как я начала заниматься в 12 лет в детской школе, так, в общем-то, ни одного сезона я не пропустила. И это стало уже моим образом жизни. Понятно. Отлично. А какая была у тебя первая яхта все-таки? На какой ты первой яхте вышла на воду? Я начала ходить сразу на двойке, на кадете. У нас был экипаж из двух человек. И достаточно долгое время я вообще не помышляла о том, что когда-то буду ходить в одиночку. Мне казалось, что экипажные гонки – это вот оно самое то. Понятно. Когда тебе удалось за рубеж все-таки первый раз попасть на яхте? Я поехала достаточно быстро после того, как начала заниматься парусным спортом. Я попала в 15 лет в команду «Квартет» на четвертонник. Это уже келевая яхта. И мое первое зарубежное плавание. Это было не просто плавание, это были настоящие гонки в Эстонии. Стоялось тоже, когда у меня было 15 или 16, я уже точно не помню. Но в подростковом возрасте, когда у нашей семьи на путешествия денег не было, а на яхте оказалось, что это, в общем-то, доступно. Это было совершенно бюджетно, потому что жили мы в этом самом четвертоннике. Питались мы, в общем-то, как макароны с тушенкой, картошка с тушенкой. В общем-то, никаких особенных затрат. Родители написали на имя капитана Василия Алексеева разрешение на вывоз ребенка в спортивное плавание. И, наверное, неделя-полторы все вместе у нас заняло. Два перехода, то есть переход туда безостановочный, больше трех суток гонки эстонские, это была регата Мухуяй. И переход обратно. Здорово, здорово. А когда ты завоевала, скажем так, первое какое-то место, когда выиграла что-то, когда это было? Ну, еще на кадете, еще когда я ходила в Шкотово, наверное, в самый первый год, мы там какие-то занимали места на наших городских соревнованиях, на детских. Потом я уже была капитаном кадета, капитаном маленькой яхточки. Тоже там какие-то были места. Но, если честно, мне было всегда очень трудно добиться какого-то результата вот самого высшего, то есть стать первой. Потому что проблема у нас всегда была с матчастью. Сложно было, денег не было. И, соответственно, у кого была лучше матчасть, тот лучше и ходил. В нашей детской паровной школе все были, ну, плюс-минус равны. То есть матчасть была у всех одинаково старая и разводивающаяся. Но когда мы встречались с ребятами других школ, особенно других регионов, я помню, там у нас была такая регата, балтийская регата, на которую приезжали ребята из, по-моему, олимпийских сборных, из детских школ, которые именно попадали потом туда в сборную команду. И, конечно же, с ними нам было невозможно тягаться ни по уровню подготовки, ни по матчасти. Но все равно было интересно. И, наверное, с тех пор я поняла, что победа – это не просто везение, это не просто... То есть для нее нужно бороться, ради нее нужно работать. Понятно. То есть это не игра в лотерею, это труд и не любит труд. Да. Да, я тебя понимаю. Вот. А все-таки вот какое самое запоминающееся, наверное, соревнование или вот самое ценное для тебя? Вот твой жизненный путь, да, вот твой путь в яхтинге. Все-таки какое? Ну, если честно, я могу сказать, что вот рекордный перекод с Микаэлем был очень ценным вложением. В плане опыта? В плане опыта и в плане понимания лимитов, скорее. В плане какой-то ментальной подготовки, физической подготовки и в плане понимания, что такое океан и каким он может быть. А до этого ты ходила через океан? Я не ходила через океан, нет, это был мой первый транспорт, но я ходила в длинные морские океанские гонки, типа там, ну, всякие эти, Фасмит, Медл Си, Карибин, вот такое все. То есть и фактически это твое было первое пересечение океана? Да. Ну, я вам могу сказать, мне доводилось ходить примерно по этому маршруту, его нельзя сравнивать с походом с Канар на Карибы. То есть это огромная разница. Вот когда вы возвращаетесь наоборот из нового света в старый, вы идете намного севернее, там циклоны один за другим, вы идете с Гальстримом. Вот, ну, мы сейчас вот как раз и перейдем к этим слайдам. Ну, вот здесь вы можете посмотреть, Ир, вот расскажешь, ты видишь, да, слайды немножко вот про лодочки, это миники, да, у нас, мини-шин с половиной. Вот, ну, мы еще к ним вернемся подробно. Ну, вот здесь я так понимаю, что это лодка твоего нынешнего года, да, на которой ты гранялась. Вот там стоит восьмисотка, мой протик, и рядышком ксирики разнокалиберные, разного поколения. Вот здесь, да, у нас. Ага. Понятно. Но прото, да, вот эти тупые носы, я так понимаю, что у многих прото стали делать современных, там еще и крылья у некоторых стоят. Ну, в общих чертах надо сказать, что на классе прото отрабатываются все эти элементы, потом, которые идут в Энди Глоб, Вольво Ушен Рейс, и там уже используются. Ведь это так, да? То есть много новшеств всяких. Ну, зарождается действительно много новшеств. Не все они переживаются на миниках, как, например, на миниках с крыльями еще труднее пока что, чем на аймоках, потому что миник очень короткий, и ему просто не, он не сможет нести такое большое крыло, которое будет давать ему достаточную стабильность. Вот, ну, действительно, очень многие идеи зарождаются именно на миниках, потому что относительно других больших классов их легче и дешевле воплотить, дешевле проверить, чтобы потом внедрять уже на какие-то более дорогие, более сложные технические лодки. Да, ну вот 433, я так понимаю, что это твой классический миник, да, который был в 2019 году, на котором ты гонялась? Нет, 433 – это вообще совсем другая история. В 2019 году я гонялась в серии, причем у меня была старая серийная лодка, то есть медленная. А 433 – это старенький протик. Я понял, который на замену дали после... Да, который я смогла арендовать в замену. Лодка очень прикольная, вот на самом деле на ней как раз было реализовано очень много новшеств на тот момент, она сделана в 2005 году, и на тот момент вот это вот все было новое – подъемные рули, шверты, балласт у нее водяной, но, правда, не на таксах, а на лавировку, то есть сконцентрированные ближе к мачте. Я понимаю, ну вот мы как раз дошли до пересечения Атлантики, то есть вы стартовали с Бермуд и шли на Плимут, да, правильно я понимаю? Точка отправления были Бермуды, там мы какое-то время ждали погодного окна, потому что это была не классическая гонка, это было установление рекорда скорости, а для любого рекорда тебе нужны оптимальные условия, поэтому ты ждешь окна. И отправились в Плимут без остановки, то есть шли в точно таком же гоночном режиме, как идут лодки в любой гонке, без двигателя. То есть двигатель можно было запускать только, чтобы зарядить батареи, без посторонней помощи, только своими силами. Понятно. Долго пришлось ждать погодного окна? Я помню, что у нас на самом деле не было такого вот большого длинной возможности ждать именно того окна, которое нам подойдет, как там сейчас Тримараны, Ротшик и Садевы. Они вернулись оба, то есть они дошли, там Садебо и кто-то там, Эдмонд Ротшик, по-моему. Дошли до Южного океана, посмотрели, развернулись, пошли назад, чтобы понятно, что уже рекорда не будет. Да, там Венди Глоб еле ползет, они уже тоже там все вспоминают прошлый Венди Глоб, насколько был быстрый, насколько медленный вот этот. То есть сколько по времени, ты говоришь, пришлось вам вот выжидать, сколько возможностей было ждать? Мне кажется, что мы ждали примерно неделю. Которые все выбирали окно примерно неделю и в итоге пошли, вот тогда сложились условия. Я так понимаю, что основная проблема с погодой, то есть если брать вот эту погоду от Бермуд до Европы, то там основная проблема это Азорский антициклон, который стоит большой. Я так понимаю, что вы ждали, чтобы как-то его обойти, но хотя вы, получается, севернее шли, вот все-таки удалось его пройти, потому что я смотрю, там есть фотографии такие довольно-таки со спокойным океаном. Фотографии со спокойным океаном есть, это как раз то, что было после шторма, а в день у нас было практически штиль. Азорский антициклон, в общем-то, никак на нас не воздействовал, потому что наша стратегия была подняться достаточно далеко на север, чуть ли не до Ньюфаундленда, и уже оттуда фигачить пенеклон на климат, то есть мы шли совсем севером и с Азорским антициклоном не встретились. Понял, да. Вот, но там действительно воды достаточно неспокойные, ты встречаешься много циклонов. Мы встретили огромный, очень обширный циклон, с которым, в общем-то, пробыли больше, в общей сумме около пяти суток и трое суток из них с ветром в среднем 45, порывами до 60. Ничего себе. Трое суток подряд. Трое суток подряд. Сложно представить. А не помнишь, сколько по генеральному, не по генеральному, а по лагу сколько прошли, все-таки общее пройденное расстояние, то есть сильно ли вы отклонились, потому что у тебя написано здесь 2870 морских миль, или так? Это прямая, потому что, да. Это прямая, да. Все-таки сильно удлинили путь. Вот по лагу, если честно, не скажу, мы как-то так, знаешь, в гонках особо не считаем. У нас в гонках все-таки мы исчисляем дистанции, заявленные дистанции. А сколько ты там прошел? Да, понятно. В лагировку, не в лагировку, это уже не так важно. Среднюю скорость, ту, которую мы хотели дать, тогда нам дать не удалось, и во многом из-за этого сильного циклона, несмотря на то, что там был очень-очень сильный ветер, и в этом и был один из самых важных уроков этого перехода, несмотря на то, что ветер очень сильный, идти в такой сильный ветер с оптимальной скоростью ты не можешь, потому что очень много всего случается. Почти каждые 10 минут был брочинг. То есть, каждые 10 минут лодка ложилась на порыве. Да, извини, то есть, что у вас стояло вот при этом, мне вот интересно, при таких порывах? У нас при этом стоял штормовой стакси и три рифа на гроте. Обалдеть. Вот, по-хорошему надо было бы, ну, это грот класса 40, то есть у него огромная квадратная голова, огромный квадратный топ, и по-хорошему, конечно, надо было бы, наверное, грот убрать целиком, но в тот момент, когда это раздуло очень быстро, то есть там 35, это для класса 40, в общем, погода нормальная, 35 узлов. Вот 35-45 раздуло очень быстро. Дальше убирать грот было уже опасно просто для нас самих. Понятно. А каким курсом шли относительно лета? Шли самым полным курсом, каким только могли, чтобы не сделать поворот Форд-Ивент незапланированный. Волны были огромные, до 12 метров, и при таком волнении оно было достаточно резким, то есть волны были не океанские, такие пологие, очень высокие. И в этом тоже была вот сложность с нашими прочингами, потому что ветер в ложбине волны и на ее вершине совершенно разный. Естественно, астопилот в таких условиях не работает, все это мы проходили, рулили руками, и самая главная задача была не сделать поворот Форд-Ивент непроизвольный из-за того, что вот из-за разницы угла ветра в ложбине и на вершине, не упасть с волны, разогнавшись, потому что вот на моменте максимальная скорость у нас была в 31 узел. И один раз с волны мы упали. Это было очень неприятно, это чревато тем, чтобы сломать яхту просто пополам, и навсегда там это у нас. Вот, поэтому наша задача была вести как можно более безопасно лодку и не привести никакому экстренному манигрированию, которое может повредить пекелаж, рулевое управление и прочее, прочее, прочее. То есть брошинг в таких условиях более безопасный, чем поворот Форд-Ивент, потому что Класс-40 это лодка не с авторштагом, а с бакштуками. И, соответственно, когда у тебя происходит непроизводный поворот Форд-Ивент, у тебя груд не отравится, не уходит на другую сторону, а ложится на облочное ветро, не ставший под ветром бакштук. Вот тут же уходит в брошинг, ну, как бы, это достаточно большие нагрузки, достаточно аварийная, в общем-то, ситуация при таком волнении. Понятно. То есть, получается, лодка идёт быстрее, чем скорость волны, из-за этого вы с неё спрыгивали, я так понял, да? Да, в какой-то момент она идёт быстрее, чем скорость волны, поэтому твоя задача подстроиться так, чтобы вот с той волны, на которую ты забрался, полога съехать, да, либо там, в ту, либо в сторону, как в лодке. И долго вот так удавалось держаться, ну, со скоростью волны вообще? Трудный вопрос, потому что каждая 10 минут прочная. А, понятно, значит, недолго. Ну, просто я пересекал на круизной лодке, и у нас основная проблема, ну, мы, конечно, не такие условия, но у нас 54 узла, вот как раз от Бермуд мы когда шли, попали в циклон сильный, и уже гребни у волн заворачивались, ну, мы, конечно, шли, ну, что мы там шли, 7 узлов с одним стакселем, да, еле-еле, но вот волны сзади накрывали, я вот понимаю, о чём ты говоришь, потому что это уже бурун, который там формируется сверху волны, то есть у нас, конечно, волны были чуть меньше, но тоже там под 10 метров было, и у нас две волны просто вот нас накрыли с кормы сверху, вот такой был опыт, скажем так. Вот, сейчас вот фотография показана, вот ты видишь, да, там Микаэль, да, по-моему, сидит, я так понимаю, вот про навигационное оборудование, которое было на лодке, чем пользовались, и всем ли можно пользоваться для установления рекорда, потому что по регатам есть ограничения, они довольно-таки серьёзные, да, правильно я понимаю? Да, очень серьёзные ограничения есть в классе мини, но вот, например, в классе 40 разрешено всё, поэтому у нас была спутниковая связь, у нас было две роутинговые программы, которые, ну, мы пользуемся для роутинга и для интерпретации прогноза экспедишн, и от рена у нас стояла, ну, как вспомогательная, там всё подключено в одну систему, как вспомогательный экран для безопасности, туда же был выведен АИС, всё такое. Вот, кроме этого у нас на классе 40 был радар, который позволял отслеживать штормовые облака, когда мы ещё отходили от Бернут, то есть на радаре ночью, это очень полезная штука, на радаре ночью ты видишь прохождение облака и можешь свой курс скорректировать. На классе 40 ты ещё можешь маневрировать между облаками, у него достаточно большая скорость, то есть ты можешь сместиться относительно тучи каким-то образом, чтобы не встретить её усиление ветра, самое переднее, да? Да, 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 не приятно. Да, чтобы тебя удачно подхватило и привело в нужное тебе направление. Или опять же, чтобы избежать задней, тыльной части тучи, где ветра нету. Вот, на классе 40 это всё реализуется, и ты видишь, как эти облака проходят, ты можешь шквал предвидеть, можешь что-то сделать, можешь скорректировать свой курс, вот, там это разрешено, на линьке такого нету. Вот оборудований очень много, а была ли береговая какая-то поддержка и кто-нибудь консультировал вас или все решения принимались только на лодке? Была береговая поддержка, такая некая. Нас курировал известный шведский ехтсмен, который не раз гонялся в регату Вильбрад, в Вольво Ушн Рейс, тогда себе так называлось, Роджер Нейтсон. Вот, когда он узнал через какой, вот, собственно, он нам сказал, что, конечно, ребята, идите, ничего страшного, но когда он узнал, какой реально был по силе ветер, что там было 45 фонов, он сказал, что у вас ушли. Пошли фотографии, когда уже брызги, пена, действительно, да, строится таксель, грот. Фотографии были сделаны, когда все было хорошо. Ну, я понимаю, наверное, не фотографировали, когда уже было. Нет, уже не фотографировали, и я, на самом деле, у меня есть даже такое суеверие, я не могу снимать на видео и фотографировать в сильный ветер, потому что мне как-то кажется, что когда ты начинаешь это делать, океан как будто бы считает, что ты недостаточно серьезно ко всему относишься, и точно что-нибудь случится. Поэтому, как правило, я не привожу каких-то вот реально таких вот цех кадров штурмовых из своих гонок, потому что просто отчасти из-за этого суеверия. Про лодку немножко. Это вот Open 40. Я так понимаю, что это, по-моему, тоже Pogo, да? Pogo Struck, то, что верфь Pogo строит, нет? Да, это второе поколение Pogo 40 S2. А какой гардероб у вас был? Какие паруса использовали вот на этом переходе? Ну, здесь был достаточно стандартный гардероб, он, наверное, более или менее стандартный для всех лодок такого класса, как для мини, так и для класс 40. есть большой стаксель, штормовой стаксель и оранжевый стаксель, который Турмантин называется. На классе мини стаксель основной 1, но на нем есть ив. На классе 40 дальше у нас есть Code Zero, Code Five, это паруса на закрутке, и есть какой-то комплект спинокеров, асимметричных спинокеров. Здесь на Таланте был, ну, их трудно привести к какой-то, ну, у каждого сейлмейкера есть своя классификация, у нас, как правило, используют классификацию NARSA, это вот эти вот A0, A2, A3, A5. Здесь, наверное, нужно сказать, что medium это такой вот некий A3, он может быть либо полный, то есть тогда он уже даже не A3. В общем, короче, medium это что-то меньше, чем большой спинокер, и ребята делают его либо меньшего размера, или почти такого же размера, как большой, на плоский, чтобы нести в какой-то такой бакштег, типа 120. Вот, на океанские, на трансавты обычно несут полный medium. Я понял. А вот в переходе вот в этом, какие курсы были в процентном отношении в основном? Ну, понятно, в шторм бакштегом, да, шли, пытались? Практически все время был бакштег. В общем-то, под это мы и рассчитывали, вот это погодное окно. Скорее всего, южная часть циклонов, да? То есть вот через фронты, наверное, шли. В циклоне, конечно же, были фронты, да. Этого у нас там вот не было, первая часть, там, вот Бермуд, когда мы поднимались выше, туда, на север, это была какая-то вот эта вот субтропическая зона со шпальственными тучами. Да, с тучами. Потом это все сменилось холодными водами Newfounding, это было реально холодно, был туман, ветра было достаточно мало. Потом нас подцепил, вернее, вот этот вот циклон, и еще был его нюанс, почему он был такой долгий, потому что мы все время перемещались вместе с ним, то есть когда ты проходишь там холодный фронт в плаверовку, ты его проходишь достаточно быстро, он идет тебе навстречу, ты ему навстречу, разошлись. А тут ты как бы идешь с непогодой вместе, и она все время с тобой. Понятно. Результат все-таки, средняя скорость, и за сколько вам удалось преодолеть вот эти 2870? Средняя скорость у нас получилась относительно небольшая, мы рассчитывали узлов на 12, но из-за вот как бы постоянных брочингов, потом еще сутки у нас был штиль под Англией, когда вот это все закончилось, мы это штилевали. Средняя скорость получилась чуть больше 9 узлов. и в итоге время прохождения дистанции больше 13, ну около 13 суток. 13 суток, ну это хорошее. А все-таки вот Open 40, ну все-таки он более комфортабельный, чем Mini, понятно. Там есть место, чтобы спать, вообще вот в плане удобств, что там было? Практически любая французская гоночная лодка, какого бы размера она ни была, ты в нее заходишь, ты понимаешь как бы, вот Mini, рассчитана на одного, вот класс 40, рассчитана на одного, вот Аймока, 60 футов. Блин, она все так же рассчитана на одного. Прямо удивительная история. И класс 40, он в общем-то тоже лодка, ну одиночка, дворика. Там есть подвесные койки из удобств. Ну вот конкретно на нашем полку строят достаточно комфортабельные гоночные яхты по сравнению с другими. Если там посмотреть на другие классы 40, то там зачастую нету койка. А ни одной, то там так же как Mini. Понятно. Ну вот здесь есть навигационный стол, есть в общем-то удобное такое сиденье для навигатора, на котором удобно сидеть при любом крене. Есть две койки. В общем-то все. Про душ речь идет? Ну конечно. Пожалуйста, на улицу с ведром. Понятно. А пресная вода? Пресная вода, сколько взял с собой в канистах, сколько и будет. А преснитель был? Нет, преснитель не было. И если честно, не вижу в нем большого смысла. Если ты идешь на лодке, как мы ходим, один-два человека, тебе много воды не нужно. Я в Францате всю воду, которую убрала, я не тратила. Она у меня была взята не для того, чтобы ее пить и не для того, чтобы мыться, а для того, чтобы она работала в качестве от кремочного веса. Условия спартанские. Так, ну вот это еще у нас фотографии идут этого перехода. Мы же, собственно, за этими спартанскими условиями туда идем и занимаемся этим спортом. Если бы это было в комфорте, то я думаю, что большей части океанских гонщиков и большей части сумасшедших французов это было бы нафиг как-то не нужно. Ну вот фотография идеально гладкий океан и, видимо, как раз это вот когда вы в штиль попали. Не скажешь, где это сделано, это уже, наверное, при подходе вот то, что ты говорила, да? Да, это было уже вот там вот в районе Сцилле Англия. Угу. Интересные фотографии. Понятно, то есть вы здесь расслаблялись, отдыхали после этого всего. Слушай, ну вот несмотря на то, что вода кажется идеальной гладкой, у нас там стоит, это, по-моему, код зеро, и скорость у нас была не меньше пяти узлов. Опен сорок, да, я, как говорится, сталкивался, ну так, меня не помню в ночи объезжали в чане, я думаю, что такое, вот мы идем, там вроде бы быстро шесть узлов, ветра почти нет, со скоростью почти десять кто-то пролетел. Потом посмотрели, а это как раз, это было то время, когда ромовый рейс шел, и вот Михаэля мы потом встретили на Гваделупе после этого ромового рейса. Знаешь, еще я хотел спросить, вот по оборудованию, а гидрогенератора у вас не было, то есть вы только двигателем заряжались? Слушай, ну, все, что касается Energy Supply, это вообще отдельная тема в океанских гонках. Энергия постоянно нужна, если ты идешь один или вдвоем, то понятно, что очень много времени ты рулит просто пилот, а не ты сам. Потому что шипер на одиночной яхте, он посажен не для того, чтобы вцепиться в ромбалку и рулить. Он там посажен как генеральный менеджер всего происходящего, как борец с проблемами. То есть что-то случилось, он должен быстро все починить. Вот, поэтому рулит очень часто автопилот. Автопилоты очень навороченные, устанавливаются. И вот на классе мини есть еще такая тема, что недостаточно просто нажать кнопку, он не будет рулить. Лодка очень маленькая, очень подвижная и очень реагирует на любой баланс. То есть ты должен настроить все вместе – автопилот, паруса. Все это настраивается под текущие ветровые и волновые условия. И с учетом того, где ты сам будешь находиться. Если ты решил пойти отдохнуть, ты должен заранее заложить, что ты сейчас пойдешь, переместишься в эту часть лодки. И у меня там бывало, чтобы оптимально настроить работу автопилота, чтобы дать себе возможность поспать, набрать полтора-два часа сна, мне еще нужно было полчаса как бы настраивать чуть-чуть. Тут потравить такси, тут подобрать грот. Все это настроить под автопилот, чтобы лодка шла оптимально, чтобы она не перекриводилась, не переваливалась, чтобы она пыталась… Она сама тогда идет такой вот змейкой, находится оптимальный курс. Естественно, это получается не так быстро, как если бы рулил человек свежеотдохнувший, который сконцентрирован на рулежке, но это получается быстро в сравнении с задолбанным одиночником, который давно не спал, не ехал. Не расскажешь вот про эту картинку, что здесь ты видишь? Прогноз погоды, в какое время это было и треки какие-то нарисованы. Это вам программа то, что давала? Скорее всего, вот эта прямая линия – это генеральный курс кратчайший. А дальше, с учетом погоды, ваши треки, не треки, а порекомендованные ваше перемещение? Да, роутинг – максимально кратчайший путь идет не по прямой, а через север, потому что там земля изъебается по-другому и получается быстрее. Да, да, да. Дуга, правда, большого круга. Да, да. Так, мы с тобой еще затронули тему, ты мне задал вопрос, я тебе ответила не на него, а по поводу электричества. Да, по поводу электричества, ну вот, да, по поводу именно Open-40, потому что мы к нему вернемся, когда будем про лодка в виде как выбрать. В общем, короче, есть какие-то понятные вещи, с помощью которых можно заряжать любую яхту, да, это солнечная энергия, солнечные батареи, это гидрогенераторы, есть ветровые генераторы, которые на самом деле на некоторых даже гоночных яхтах, на многих установлены. Я раньше говорила всем, что, ну что вы, нет, не используется на лодках, которые ходят по путным курсам, но нет, на самом деле на аймоках используются, потому что для них попутные курсы перестали быть чистыми попутными, у них такая большая скорость, они идут, они настолько сами себе генерируют ветер, что у них почти всегда галфинг. Ну да, да. Вот. Плюс генераторы, которые устанавливаются внутри разных-разных видов, это бензиновые генераторы, то, что называется топливный элемент, он может работать на разном топливе, очень распространены сейчас на метаноле. Начинает сейчас зарождаться новая тема, это гидрогены, водородные генераторы. В Европе уже несколько производителей эту тему развивают. Ну да, это интересно, да. Ну вот про миник, я еще, насколько я помню, у тебя были там проблемы еще с электричеством, а ты боролась с этим. Да, но мы к этому вернемся. Так вот, короче, на вот этом классе 40 у нас на тот момент был установлен один поправленный элемент PFOI, который работал на метаноле. У нас был гидрогенератор, которым мы пользовались, но у него в какой-то момент сорвало винт. Есть солнечные панели, но они дают не очень много. Вот те, которые там на крыше вина, они уже старенькие, они не очень эффективные, но можно установить больше. Да, самый простой вопрос, этого всего хватало или двигатель его все-таки заводили? Двигатель мы все-таки заводили, но не очень часто. Вот, в Рудерон Нико ходил уже, мы ему второй поставили топливный элемент на метаноле, и он, по-моему, ходил практически без двигателя, без двигателя, да, он ходил. Ну, если оборудование нормальное, мы когда вот на ПОГО 30 шли, у нас гидрогенератор стоял, мы вот вышли из Марины на Гран-Канаре, заглушили двигатель и завели его только на Санта-Лючи, то есть мы ни разу вообще не заводили. Но гидрогенераторы, солнечные панели, вот этого было достаточно. Видишь, это если не ломается. Как правило, рекомендуется имеется как минимум два источника разных, совершенно разных, потому что какая-то система может целиком выйти из строя или часть оборудования? Ну, у нас интересно получилось, у нас все поломки, они были вот этот переход как раз для Гран-Канаре, вот, потому что жесткие условия, и у нас там с гидрогенератором были проблемы, ну, там, как говорится, по своей глупости, но там представители сразу компании приехали, они объяснили, все сделали, и все работало вот идеально, поэтому тут, конечно, нареканий нет. Ну что, переходим к мини, да? Давай. Да, это мини 2019 года, в котором ты участвовала, и твое участие там, насколько я помню, закончилось поломкой мачты, да, то есть это вот тяжелая, тяжелая такая тема. Ну, сначала о регате, да, вот, все-таки, вот что тут за цифры, ты можешь рассказать? Ну, о регате мини-процентре, красиво расскажу, потому что действительно очень долго, очень много мы об этом разговариваем на протяжении последних трех лет, и вообще моя задача – пройти вот этот финишированный мини-трансат, и я сначала хотела просто пройти одну горку, но из-за поломки мачты я поняла, что хочу еще один проект, чтобы все-таки финишировать, и когда я попала в класс мини, я поняла, что, собственно, не сам трансат – это вот самое важное, самое важное все, что ты получаешь во время подготовки к нему. Это два года проекта, в котором ты живешь, чтобы подготовиться к гонке, чтобы ее пройти. В любом случае мини-трансат – это та вершина, к которой мы стремимся, так или иначе, должна же быть какая-то цель филизировать все это делать. И гонка через океан, гонка в одиночку, гонка на маленьких яхтах в 6,5 метров длиной, без посторонней помощи, без связи с землей. У нас запрещена любая связь спутниковая, запрещены мобильные телефоны. без карт-плотеров, то есть нам разрешено пользоваться только самой простой электроникой, которая не позволяет увидеть даже приблизительное очертание берега. Гонка в два этапа. Первый этап из Франции в 2019 году это был для Рошель до Канадских островов и потом на Карибы. Первый этап – 1300 миль. Как ты уже в самом начале рассказал про этот этап, он не всегда простой и не всегда с попутными электрами. Там ты проходишь достаточно много сложных точек. Стартует гонка в сентябре, а в 2019 году мы ждали старта две недели и стартовали в сентябре. Из-за циклонов, потому что это Бискай. Да, это на сене Бискай, когда циклон действительно идет за циклоном. После Бискай, Бискай примерно от Рошеля до Кап-Финистер это около 300 миль. Потом идет критическая точка Кап-Финистер. При некоторых погодных условиях минику там находиться, никому там находиться не рекомендуется вообще. Поэтому, естественно, наши организаторы, они смотрят, они предвидят эти вот ситуации и не отправляют яхты, если понятно, что в какой-то момент эта гонка станет гонкой на выживание. Это все уже в классе мини проходили, как и в других классах, до того, как наука-метеорология и вообще искусство предсказания погоды стало таким вот прогрессивным, как сейчас. До этого, конечно, отправляли в гонку без детальных прогнозов, и не все возвращались, скажем так. Понятно. Поэтому сейчас, естественно, идет во всех классах, как мы сейчас видим, по МОКам, которым сделали просто какой-то огромный вот эту вот запрещенную зону вокруг Антарктики. Они вообще... В лайтовых условиях по Южному океану. Но все это... Сейчас вот эта вот безопасность, она все больше и больше влияет на организаторов. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, немножечко становится грустно, и как некоторые французские яхтсмены говорят, что все реже и реже гонщики сталкиваются с настоящими сильными ветрами. Вот. Но с другой стороны, и лодки становятся все быстрее, все более легкими, все более тонкими, все более ломкими. И, наверное, в общем и целом, опасность аварии не уменьшилась. Вот. Ладно. Короче. Ну да, да. Вот сейчас Венди Глоб видели. В Венди Глоб был случай, когда там пополам просто лодка переломилась и затонула буквально за несколько минут. Такая ситуация случилась на Азорах в 19-м году с классом 40. Который просто возвращался. Просто у него было деревери обратно во Францию после Руди Ром. Он столкнулся с сильным ветром в районе Азор. Азор. И они даже сами не поняли, как их водку расхватило в мелкие части и их уже не спасали вертолетом. Ну, что-то говорить вон о таланте. Михаэль, когда он пришел, то есть он ромовый рейс прекрасно прошел. Пошел куда? То ли до Антиго, он говорил. Или на Сан-Трилючи уходил. Вернулся без мачек. Ну, это другая немножко история. Это поломка такелажа. Это может случиться в нулевой яхте. Мы как раз, ну, по отношению к новым классам 40 аймоком мы говорили про именно корпуса, наверное, да, корпуса, и новые нагрузки, которые связаны с появлением крыльев, с большей стабильностью яхт. В итоге они развивают большую скорость и несут большее количество парусов. И реальных нагрузок, я так понимаю, сейчас еще дизайнеры, они их еще не понимают, и поэтому вот очень много поломок. А еще из-за того, что начинают модернизировать старые яхты, которые были рассчитаны изначально совсем на другое использование. Вот. Ну, старые корпуса, на самом деле, зачастую бывают более, сами по себе более прочными. Но когда я на них начинаю ставить крылья, все такое, вот эти вот узлы установки, что ли, где они начинают ломаться. Возвращаясь к гонке, какую поддержку вы имеете, когда вы стартовали? Старт происходит в... Откуда вы стартуете на миниках? Это Далон или из другого места? Стартуем по-разному. Сейчас, в предыдущий год старт был в Лерошели, в следующий год будет Сабель Далон. Ага, понятно. То есть, вот этот 19-й год стартовали из Лерошеля. Промежуточный финиш был на Канарах где? На Лас-Пальмасе. Где? На Лас-Пальмасе. А, на Лас-Пальмасе. А, на Лас-Пальмасе. Потому что предыдущий миник был на Лансероте промежуточном, здесь на Лас-Пальмасе. На Лас-Пальмасе сколько вы могли стоять и как у вас учитывалось? То есть, это два этапа принимался каждого отдельно финиш или они перетекали друг за другом? Для каждого этапа финиш принимается отдельно, а потом суммируется общее время. Время двух этапов. То есть, не места, а именно время. Сколько вы могли находиться на Лас-Пальмасе? То есть, у вас стартуете, вы все вместе, соответственно. Приходите на Лас-Пальмас, да? Потом там ремонт, отдых и опять старт. Так это все происходит? Да, да. И опять обычный общий старт. Общий старт. Понятно, понятно. Потому что, не знаю, я могу ошибаться, но мне кажется, в каком-то году там бы давали просто интервал какой-то, ты финишируешь, у тебя есть сколько-то времени, там пять суток, что ли, чтобы отдохнуть и дальше ты стартуешь и идешь дальше продолжаешь. Был такое? Я просто... Не знаю. Я такого не застала. Не застала, понятно. И такого не слышала, да. Может быть, да, давно, когда ты был. Понятно. Ну, вот это твоя лодка, 579-й, вот немножко о ней, про поломки и что происходило у тебя, вот первый этап, давай вот первый этап, что случилось, как ты его прошла, довольно недовольно до Канарских островов. Я, если честно, очень довольна своей подготовкой в 2018-2019 году, два года у меня была подготовка, я немножко поначалу расстроилась, что мне не удалось найти денег на новую лодку, потому что я хотела участвовать на Пого-3. Собственно, проект Пого-3 пока что выигрывает, до сих пор выигрывает все. Вот, мне не повезло, мне пришлось купить самую дешевую из доступных лодок, но я смогла благодаря этому поставить какое-то количество денег на то, чтобы вложиться в свой опыт и поучаствовать практически во всех гонках. Вот, я сделала ставку на то, чтобы выжать из этого максимум, максимум опыта. В итоге во второй год нам удалось запустить еще краудфайтинг, нам помогли, просто общественность помогла, у меня были меценаты, были люди, которые поддерживали. Удалось собрать достаточно большой пул спонсоров, в основном это были спонсоры оборудования, не финансовые, но, по крайней мере, у меня лодка зимой прошла там полный рефит, была покрашена, у нее было идеальное днище, у нее было идеальное оборудование, мы получили полностью новый комплект парусов. Лодка была подготовлена, насколько можно подготовить старую лодку. И результаты, главное, были хорошие, особенно в 2019 году, то есть мне удалось заслужить какую-то приличную репутацию во Франции. Я выступала на старой лодке, я не приходила в топе, но иногда мне удалось выгонять очень много быстрых лодок, это было понятно всем, кто был вокруг меня. И с этим уже багажом, с этим опытом удалось потом запустить новый проект. Вот. То есть, ну если говорить про самый мини-трансакт 2019 года, я на него выходила достаточно сильно подготовленной, в общем-то уверенной в себе, с большим опытом навигации, с большим опытом подготовки роутбуков, потому что когда ты идешь без карт-плотеров, когда ты идешь без спутниковой связи, нужно уметь этот маршрут пройти безопасно, нужно уметь рассчитать там вот, ну все, что нужно рассчитать, течение, как-то тот прогноз, который мы получали, а получали мы прогноз, мы его все-таки получали, но через кратковолновое радио голосом нам говорили по зонам, где, в какой зоне будет там на 12 часов дня, на 12 часов ночи, сколько дуть, какого направления, и какое будет волнение, какое будет давление, где располагаются центры высокого и низкого давления, где располагаются фронт или хребет антициклона, это все давалось на зоны по 300 миль, то есть примерно квадратики, прямоугольнички по 300 миль, на центр зоны. И дальше ты, исходя из этих вот полученных данных, должен был рассчитать, должен был нанести это все на, создать свою собственную синаптическую карту, нанести все это на эту карту, все эти данные, и рассчитать свою стратегию, потому что без стратегии в океанских лодках никуда, приигрывается все в основном на стратегии, я считаю, только потом приходит матчасть. Вот, потому что до сих пор у нас даже самые топовые лодки, бывает, проигрывают просто из неправильной стратегии. Вот, и я чувствовала себя достаточно уверенно. Конечно же, я очень была раздорована поломкой мачты. Да, нет, и мы к этому сейчас перейдем. Вот про первый этап, были какие-то поломки? Вот просто так бывает, поэтому... Да, у меня была поломка, у меня начало отрывать руль, у меня начало продавливать транец, это такая больная тема для миникух, на самом деле, для очень многих. Я в какой-то момент, за несколько суток до финиша, поняла, что в лодке поступает вода, я как-то сначала думала, что просто, ну, значит, лодки текут. И когда ты ее даже везде загерметизируешь герметиком, в соленой воде на солнце этот герметик в какой-то момент испортится, начнет течь. Но я ее отчерпывала, вода становилась больше, и я поняла, что что-то здесь нет. И я обнаружила, что у меня вламывает одну из оковок руля внутрь, собственно, проламывает транец внутрь. Мне с этой ситуацией удалось справиться, я смогла сделать подпорки такие из подручных материалов, и в итоге смогла дойти, не очень много на этом потеряла. Мне пришлось пройти достаточно аккуратно один холодный фронт, ну, наверное, десяток миль, 15 миль я на этом потеряла, потому что не могла идти в полный ход, прежде чем починиться. Ну, а потом уже, когда я все это усилила, мне удалось идти абсолютно нормально. Вот, в итоге я пришла где-то в серединке флота, даже ближе к первой. Третья с хорошим результатом, было очень много попутных курсов, сильный ветер, там продувало, как всегда, вдоль Португалии 30-ку. Вот, были интересные стратегические моменты, связанные с небольшими циклонами, с, опять же, фронтом. Были фронты в Бисхай, два фронта мы прошли. Да, я представляю, но это совершенно другое. Одно дело, как вот мы смотрели Open40, когда у тебя есть роутинг, у тебя есть несколько программ, они рисуют, ты все это принимаешь, анализируешь и принимаешь решение. Но, когда тебе говорят, что вот тебе квадрат на 300 на 300, и там будет дуть как-то вот так-то, да, то вот здесь, мне кажется, тут больше интуиция срабатывает, потому что вот, наверное, только так можно представить, как проходить вот этот циклон там. И вот ты говоришь, ну, наверное, да, было интересно. Вообще, ребята, очень интересно тем, что нет вот этой электроники, которая тебе дает постоянно информацию, и ты можешь ее анализировать. Ты скажи, пожалуйста, вот эта фотография, здесь вот руль видно, а у тебя как раз правый, то есть навесные рули были, и вот именно крепеж к трансу начал вот этот выламываться, да? Ты видишь? Да, да, да. Понятно, понятно, то есть вот чтобы наши зрители понимали, о чем идет речь. Так, а, кстати, будет еще слайд по поводу вот этого роутинга, по поводу как-то с зонами и своими расчетами. На самом деле это гораздо интереснее, чем считать через компьютер, потому что ты полностью включен в процесс. Понятно. Вот, мне нравится эта история в класс семьи, что вот по поводу подготовки ты получаешь такое огромное количество знаний, не просто потому что ты хочешь, а потому что если ты их не хочешь, ты не выживешь. Понятно. У тебя просто выбора нет. Вот, и... Расскажи, вот это промежуточный финиш, вот твоя фотография здесь. Да, это как раз промежуточный финиш, а на Канарах я финишировала ночью. Да, мне на самом деле хотелось бы сказать, что трансат, мини-трансат это не столько гонка, это история про одну гонку, это история про весь проект и даже не про тебя как спортсмена, а про тебя как менеджера проекта. Потому что, чтобы выйти, чтобы купить лодку, чтобы заплатить за все, нужно найти деньги. Ты начинаешь быть, начинаешь себя продвигать. Хочешь ты этого или не хочешь, тебе приходится это делать, тебе приходится искать спонсоров, тебе приходится искать партнеров, тебе приходится искать тех, кто поможет, кто будет заинтересован. Ты вынужден думать о том, что ты дашь людям взамен. В итоге, вот, моя история, она о том, чтобы поделиться своим опытом. Я сделала ставку на то, что со мной происходит какая-то уникальная вещь, комплексная, как школа обучения, и что у меня есть уникальная возможность поделиться этим от начала до конца. И мне интересно это сделать, и мой вклад, моя отдача сообществу, наверное, даже не какому-то конкретному спонсору, не какой-то конкретной компании, а сообществу яхтсменов в целом. Мой вклад – это отдать то, что я здесь получаю вот этот опыт. Собираешься ли ты сделать курс? Если честно, с курсом очень сложно, особенно сейчас, потому что это занимает все мое время. Но я пока не знаю, готова я или нет, потому что я себя в качестве какого-то там преподавателя, если честно, особенно не вижу. Ну, мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. Мне нравится иногда делиться в том формате, в котором это удобно мне, а не в формате там обучения. И мне бы не хотелось, наверное, может быть, на данный момент на себя брать ответственность как на преподавателя. Я понимаю, что я не знаю еще такого количества вещей, что… Ну, нет, у тебя все равно очень богатый опыт. Вот посмотри, пожалуйста, фотографию. Это, я так понимаю, твой роутинг, да, который составлен… Это по погоде, по-моему, прогноз… Это вообще не погода, это даже не роутинг, это карта течения. А, карта течения, а. Да. Чтобы пройти любую горку, и даже на самые маленькие гонки наши, самая маленькая гонка наша – 250 миль, то есть все равно будет супер, тебе нужно собрать вот роутбук. Потому что, когда мы начинаем вот эти 250, 300, 500 миль шариться в тот берег, где есть течения приливные отливные, где есть много опасностей, у тебя не всегда есть время на то, чтобы пойти поставить даже тупо точку с GPS-ки на карту. Вот, поэтому все всегда должно быть под рукой. Я собираю такие роутбуки, чтобы я просто его достала и могла посчитать, могла получить всю информацию, которая мне нужна на данный момент. Какое течение сейчас здесь, с какой силой, когда изменится, как мне выгоднее пройти, как мне безопаснее пройти, с чем еще я могу столкнуться. Там же у меня вот эти вот роутбуки распечатанные, потому что я с помощью экспедишн делаю прокладку с учетом погоды заранее. Вот, потом это беру с собой в качестве справочных материалов, чтобы у меня было в гонке о чем подумать. Так ли оно складывается, как там говорил прогноз. Или все пошло не так и нужно как бы подключать другие знания, интуицию, смотреть на какие-то локальные явления. Вот, и котенка была, соответственно, это вот одна из страниц роутбука, которая посвящена именно течением. Ну да, ну то есть вот этот талмуд, который ты берешь с собой, там вот вся есть необходимая информация, которую ты составляешь перед гонкой. Да. Понятно. Отлично. Ну вот про еду дежурный вопрос. Что ешь? Когда? Еда у меня, на самом деле, я пришла к очень простой формуле. Еда у меня без изысков. Я покупаю готовую пищу, либо стерилизованную, либо физрайт, то есть сублимированную, которую надо заваривать из расчета один пакет на день. Каждый день одно яблоко, один апельсин, пачка сосисок раз в два дня, немножко сухофруктов иногда, йогурт, вода. Я пришла к тому, что я ем всегда одно и то же. Один и тот же набор продуктов, у меня меняется вот эта основная еда сублимированная или стерилизованная, они бывают разных вкусов. А остальное все всегда одинаковое. Это очень сильно экономит мое время, потому что, ну ты знаешь, вот люди пошли перед гонкой закупаться в традиции. Все, их, блин, несколько часов нету. Понятно. Они, блин, все думают, что они захотят через три дня. Вот. У меня все просто. Сколько длится гонка? Значит, три дня. Нужно три апельсина, три яблока, две пачки сосисок, три, ну может быть, четыре упаковки вот этой еды. Все. Понятно. Прекрасно. И погнали. Прекрасный рецепт. Закономерный вопрос, вот эта потеря мачты, все-таки, ну, тут под водой твои кадры. Так. Причины, из-за чего произошло, как далеко от берега, сколько тебе оставалось до берега? Ты уже, по-моему, на Карибы, да? Когда эвакуировали, ты уже до Кариб шла. Как там было? Ну, да, да. Идти в обратную сторону было нецелесообразно, потому что все так. Случилось это в одинаково удаленном месте от всех, от всей земли, от ближайшей земли. Да, да. Между Кабвердой и Карибами. Да, Кабвердой у меня был за кормой, ну, как бы за кормой сбоку. До Кариб было 1200 миль. То есть общая дистанция у нас 2700-1200, то есть чуть больше половины я прошла. Сломалась мачка, это был скрытый дефект внутри, это была даже не ванта, установленная на палубе, это была оттяжка, внутренняя оттяжка, которая идет от палубного ванпутанса к структурному элементу лодки. Там не было никаких следов повреждений, не было никаких следов ружавчины, то есть все выглядело идеально. И просто стальной трос, там шестерочка стоит, выскочил из опрессовки полностью. Понятно. Ну, произошло это, естественно, на Швале, произошло это, естественно, под нагрузкой. Когда я была в Бручинге, это было как раз одно из штормовых облаков, шквалистых облаков. Начались они с середины океана для нас, то есть обычно это где-то 300 миль до подхода к Карибам. Нам не повезло, и началось это все очень сильно задолго. И было достаточно сложно, потому что там облако проходит, под ним там 40 узлов, да, оно прошло, за ним 8. И ветер гулял, и все участники, которые оказались в этом месте, в то время, и мне казалось, что у меня крыша съедет, потому что я все время, куда я не поверну, я сделаю форди линд, я иду не к финишу. И кажется, ты вот насколько идешь не к финишу, нужно сделать поворот, а ты пойдешь в финиш, ты поворачиваешь и снова идешь в сторону куда-то вообще. И тебе напоминает сразу, что тут такое зим, что все остальные идут с нормальной скоростью по маршруту, и вот как бы ты один тут такой вот крышу едет, честно. Понятно. Вот это, наверное, тяжелая ситуация, я вот восхищаюсь тем, что ты все-таки продолжила свой путь и, как говорится, смогла перебороть, ну потому что вот такая серьезная поломка, столько подготовки, столько сил, вообще, наверное, тяжело было, да, вот это все пережить. Как вот ты себя помнишь, когда это произошло, первые мысли? Слушай, ну, конечно, было очень трудно, первые мысли, ну, я очень сильно расстроилась, матч-то падает, как заметные съемки, и ты такой, ну, что вы мое? Вот, и ты понимаешь, что как бы сейчас падает не просто матч, а падает два года подготовки, там, ну, куча всего. Единственное, на тот момент, когда ты идешь в трансад, ты уже настолько сильно осознаешь, что ты так много получил от класса мини, что, в общем-то, трансад – это уже, ну, это очень важная гонка, но ты уже свое как взял. Вот, и мне, можно сказать, с этой матчей даже повезло, потому что от этого трансадта я взяла больше, чем кто-либо другой. Я взяла еще этот опыт. А если посмотреть на, вообще, как бы, среднего кончика, который сейчас идет на Аймоке, Вентиглоб, у большинства были серьезные аварии, у многих были спасательные операции с покиданием лодок, то есть, наверное, получить такой опыт – это тоже очень важно. из него, если ты не проходишь такую вот школу, ну, чего-то тебе еще не хватает, то есть, ты еще не знаешь, с чем уже столкнулся. Вот. Я теперь знаю, и когда матча упала, я поняла, что мне нужно делать еще один проект. Ну, конечно, было очень трудно принять решение оставить лодку, но мне пришлось вот буквально взвешивать за и против, делать список, потому что было очень много за и было очень много против. И вот это вот, ну, я, там, наставка дойду до грибу, а вот это вот, оно тоже есть, но когда ты начинаешь рассматривать все остальное, когда ты начинаешь рассматривать себя с точки зрения, как бы, вообще оценивать риски, да? Когда ты начинаешь оценивать риски для жизни, которые есть, когда ты начинаешь оценивать… И это, как бы, не на подходе к островам, это 1200 миль. Когда ты начинаешь понимать, что трекер скоро сядет, тебя не будет больше видно. И когда ты начинаешь понимать, что в какой-то момент тебе придется все равно вызывать спасателей, они приедут, они твою лодку спасать не будут, они заберут только тебя. Но будет хуже всем в этот момент. В этот момент уже в Тайману будет в больничке, в этот момент в классе смене все будут стоять на ушах. И еще что самое важное, может быть не самое важное, но одна из деталей – это то, что ты там находишься, потому что ты делаешь спортивный проект. И то, что ты останешься и будешь пытаться в течение месяцев без еды добираться до берега, тебе как спортсмена ничего не прибавит по сравнению с тем, что ты начнешь эту ситуацию разруливать по другому и как бы думать уже немножко о других вещах. И когда ты это все вкупе рассматриваешь, взвешиваешь, нет, по-моему там очень на одинаковом уровне были чашки лесов, но какое-то решение в какой-то момент все равно надо принимать. Ну, я думаю, что это правильное решение. Не посмотришь на фотографию, что здесь изображено. Вот, на фотографии как раз вот он роутинг, вот они зоны с названиями и с теми точками, на которые мы получаем данные о походе. И с записанными, собственно, походами и с моими отметками, где я нахожусь. Вот по такой вот карте я идут через экран. Ну, в самом деле. Понятно. Понятно. Здорово. Да. Так. Ну, да. Это аварийное оборудование. Ну, для наших слушателей мы скажем, что лодку потом эту выловили, ее спасли, Иру спасли. Вот. Ну, дальнейшая судьба лодки я не знаю. Может. С лодкой все в порядке. На самом деле, с лодкой все в порядке. Ее никто не бросил. Мы как только получили возможность за ней следить. Вернее, сначала у нас была возможность, потом она пропала. А потом она каким-то чудесным образом появилась вновь. Я оставила лодку, я построила на ней аварийное вооружение. Я шла под курсами еще трое суток. То есть, после того, как я сломала машину, покинула лодку через трое суток. Трое суток я пыталась наладить. У меня сломался автопилот, вышел из строя. Там много было проблем. Вот. Я пыталась все это наладить. Шла под аварийным вооружением. И, собственно, я решила покинуть лодку, когда я поняла, что я получала прогноз также по коротковолнам ради. Я начала слышать, что там где-то впереди и встречные ветра, и ослабление. И я стала понимать, что меня начнет уносить куда-нибудь. Вот. И я поставила аварийную антенну. То есть, на моей лодке все аварийное спасательное оборудование в штатном режиме, рабочее. Это очень важно. Сейчас на следующей лодке я возьму еще больше аварийного вооружения, потому что я теперь лучше знаю, что может случиться и что мне может понадобиться. Я установила аварийную антенну на вот этот гиг, который я поставила вместо мачты и смогла добиться покрытия полторы мили. Меня было видно на АИС. Мой АИС видел проходы вокруг. Работала рация на полторы мили. Все это заряжалось с помощью солнечной панельки, поскольку у меня больше не было парусов, не было тени и солнце постоянно попадало. То есть, абсолютно хватало заряда, чтобы поддерживать оставшиеся приборы. И лодку я оставила и с включенными инвестиционными огнями, которые остались с работающим АИСом. И благодаря этому в какой-то момент мы начали получать потом уже, когда она подошла ближе, сигнал. И смогли ее найти. Сережа Герман очень сильно помог. Украинский экипаж Микаэль Юркинг присоединился. Потому что там была такая интернациональная команда. Лодку нашли, лодку доставили. Это было непросто. На самом деле пытались помочь очень многие. Меня контактировали очень многие их смены. Кто-то видел яхту. Мне прислали фото, видео. На самом деле очень непросто получать. Очень сильно откликнулись друзья из Польши. Там шла целая польская флотилия, которая пыталась подцепить. Кто-то видел, но условия не позволяли. Просто достаточно сильный ветер, большая волна. Это все небезопасно для яхт, которые организуют операцию спасательную. Потому что кто потом будет покрывать расходы, если это случится. Даже страховой случай. Расскажи про фотографию. Твоя фотография? Да, моя. Она у тебя была прошлая. То есть ты увидела дельфина, который тебя обгоняет и его сфотографировала? Да? Первого руля? Это видео. А, с видео. Да, да, да. Стоп-кадр с видео. Шикарно. Дельфина очень много подходит к яхтам, обгоняется. И на самом деле, когда я поснимала немножко, я смотрела, что они очень интересуются. Они подплывают там снизу, сбоку, сзади. Все это рассматривают, играют с хилем, играют с пением, действительно. Да. Ну, переходим к мини-транзат 2021, к которому ты готовилась. И вот ты в этом году заняла первое место в чемпионате Франции в классе мини 6,5. Правильно я говорю? Да. Вот. Чем будет отличаться вот этот мини-транзат, который в следующем году будет? Маршрут с одной стороны тот же, но другие точки старта промежуточного финиша или финиша. Стартовать в этом также из Франции, но и с сабли, сабли-талонь. Промежуточный финиш на Канарах, но на Пальме. И конечная точка Гуделупа. Для меня он будет отличаться тем, что у меня принципиально другой подход к проекту, у меня принципиально другая яхта. Протик у меня не самый новый. Он одиннадцатого года. И, ну, можно сказать, он такой классический. У него нет крыльев, у него нет даже водяных балластов. Что у него есть? Это качающийся киль, причем достаточно сильно качающиеся швифты. Самый длинный в охоте бушкрип – 3,8 метра. При длине лодки 6,5 метра. Ну, и он карбоновый и очень-очень легкий. Корпус очень легкий и очень деликатный. Понятно. Мачта, которую можно прямо во время гонки наклонять вперед-назад от 0 до 8 градусов. То есть там настраиваемый шаг, постоянно настраиваемый. Но мачта не кругло, то есть она не может… Ну, обычная мачта, короче, просто назад можно забаливать. Понятно. Там бакштыки стоят, да? Бакштыки, да. На всех миниках стоят бакштыки из-за большого грота квадратного. Ну, вот на фотографии здесь видно поднятый шверт, да? То есть качающийся киль. Когда мы меняем газ, мы один шверт поднимаем, другой опускаем. Киль переводим на другую сторону. Киль гидравлика или там талия? На миниках есть в классе 40. Запрещена гидравлика, запрещены электрические репетки. Все вручную. Все вручную, понятно. Да. Значит, талия стоят, да. Ну, шикарная фотография. Я так понимаю, это твоя дочка. Нет, у меня нету детей. Это не моя дочка. Совсем человек. А кто это? Просто вы так прекрасно стоите. Я так попользовался. Понятно. Ну, значит, твой экипаж. Да, на самом деле это было организовано… Да, кстати, мы похожи. Да, поэтому у меня даже сомнений не было. Прости. У нас в классе мнения принято организовывать всякие разные мероприятия для зрителей, в том числе для детей. В этом году с ковидом было сложно, но все равно во время самой длинной гонки САС народ исхитрился и была у нас такая вот покатушка с детьми. То есть на Миннике всем раздали детей. Понятно. Как ты смог почувствовать себя папой мамой. У меня был женский экипаж, у меня была в экипаже Катя в Перу, которая живет вот там вот в Ороскове, и ребенка итальянская, которая на самом деле очень круто рулила. Она у нас сидела на руле. И с Катей уже настаивали паруса и маневрировали. Понятно. Молодцы. Да, так. Ну, тут разные ракурсы твоей лодки. Ну, про этапы. Ну, я так понимаю, что отборочные проходят. То есть, чтобы попасть на мини транзат, надо пройти отборочные этапы. Правильно? Я понял. Это не отборочные этапы. Там никто никого никуда не отбирает. Это квалификационные. Тебя научат брать определенное количество опыта и подтвержденного опыта. Это тысяча миль одиночное плавание, безостановочное, без посторонней помощи. Но можно пользоваться мобильным телефоном. Хотя, какой там мобильный телефон возле… Где-нибудь в Ирландском море. Но за это плавание ты должен сделать определенные упражнения. Ты должен найти свое место по Солнцу. Метод минастровой навигации с помощью секстана. Сделать построение, расчеты. Все это потом сдать в класс Мини на проверку. И ты должен, соответственно, вести журнал. То есть, доставить записи. То есть, ты должен показать супер хорошую морскую практику. Документарную показать. Ты должен показать, что ты прошел контрольные точки. Это определенный маршрут. Это не просто так. То есть, почему туда-сюда ходить. Нужно пройти определенный маршрут. Если програмфироваться. С буями в этих точках. А, нужно было еще принять вот этот вот представительный прогноз по коротковолновому радио. Вот. Это, на самом деле, очень сильно нас сводило в заблуждение. Потому что ты принимаешь какое-нибудь там Монако радио, которое неизвестно, когда… Вроде бы есть какой-то план, когда оно будет вещать, но оно не для тебя вещает. А просто так. В итоге там какие-то помеки туда-сюда. Ты как бы такой не понял, ты вообще что-то принял или не принял. Надо записать аудиофайл. Что-то записываешь, даешь класс, мне сказали да. Ну, как бы. Вот. А потом уже, когда это все, вот эта система передачи прогнозов была реализована в гонке, там класс менее, он занимает определенную частоту в определенное время. И там очень хорошее качество передачи. То есть ты реально хорошо слышишь. Вот. Ну, в общем, делаешь такое квалификационное плавание. И потом еще нужно или до этого, или после набрать полторы тысячи миль в гонках календаря класса в одиночку или вдвоем. Понятно. Я так понимаю, что ты в четырех гонках участвовала в этом году? В этом году в четырех, но в этом году мне нужно было набрать только тысяча пятьсот миль. И то даже не только в этом году, в этом году и в следующем году у меня было больше времени. Потому что свой квалифт тысячемильный я его прошла до этого на предыдущей лодке. И поскольку я участвовала в океанских гонках, финишировала гонки на Азоры, я же не только в трансате гонялась, а гонялась на Азоры и обратно в 1600 миль. Это мне дает, по-моему, на пять лет иммунитет. Понятно. То есть можешь больше, как говорится, не уступать. Да. В трансат я возьму, понятно. Так. Ну и какая самая сложная была вот из этих гонок, из этих четырех вот за этот год? Чем запомнились? И опять же, ну поломки, наверное, киль, да, который у тебя из... Что произошло, что отвалилось? Слабуха, ничего не отвалилось. Ничего не утонуло. Да. Но сломался киль. Скрытый дефект. Скрытый дефект. Понятно. Сломался в Марине. Нет, не в Марине. Он сломался во время гонки. Сломался достаточно смешно. И на счастье я была с владельцем лодки, поскольку лодка, на которой я сейчас гоняюсь, это не моя лодка. У меня если в этом году, как это я сказал, что я захотела очень хорошую лодку, у меня очень трудное финансовое положение. Вот. И спонсоров я еще полностью не нашла, поэтому я пока что до сих пор арендую лодку. У меня аренда с правым выкупом. И мы гонялись вместе с владельцем. Это был Даблхэд. Был Конкарно. И когда мы сломали киль, была ночь, мы очень бодро уже пролетели с ним бакштег, очень бодро привелись и шли в лавировку и начало раздувать. Уже на тот момент было около 30 узлов. И мы даже как бы не поняли. Просто я говорю, что тут смотрю. Говорит, смотри, Ирлан, все нас догоняют. Почему? Мы же вроде бы как-то одна из самых быстрых лодок. Что происходит? Он говорит, смотри, что-то на киль подцепили. Иди, говорит, посмотри. Я смотрю, как перевернула. Там нет киля. Так он утонул у вас или вы его спасли? Нет, он не утонул. Если бы он утонул, то возможно и могу утонуть. Вот тогда я перевернулась. Но у него отвалилась верхняя часть, которую я тянул за талию. И киль остался свободно качаться. И он просто качнулся на подветственную сторону. И перестал работать. Он перестал работать и стал угрожать какими-то еще дополнительными поломками в днище. Понятно. Ты же не знаешь, как там будет волна все-таки, да? Понятно. Сейчас удалось уже отремонтироваться или ты в процессе? Мы в процессе. Это как бы на стороне владельца лодки, поскольку это структурная поломка, не связанная со мной, не связанная с посадкой нами, не связанная ни с какими моими ошибками возможными. Признана также страховым случаем. И сейчас делается новый. Мы будем использовать старый пульт, но новое усиленное перо. Давай про гонки этого года. Азора обратно. Правильно я понял? Еще какие-то? Азоры не получились. Азоры не получились. Потому что, да, из-за ковида, естественно, нам пришлось гоняться в французском регионе. И эту гонку заменили на трехэтапную гонку. Поскольку мы все дружно пропустили. Сезон был очень трудный. Мы все пропустили, как у нас в классе мини. Вот приходит каждые два года новый набор зеленых новичков. И им нужно делать прогрессивную систему. То есть, чтобы не сразу их отправлять в океанскую гонку, они должны сначала гоняться короткие гонки. Вот оно начинается с апреля. Шесть градусов тепла. Все начинают гонять. Сначала вдвоем в 250 миль, потом в одиночку 300, потом в одиночку 500. Потом еще пару гонок. И только потом наступает какая-нибудь океанская одиночка типа Азор. В этом году мы пришли, когда сняли ограничения, мы пропустили весь сезон. Все отменилось. И когда сняли ограничения, мы сняли уже в августе. И начиналось все с Азор. С длинной гонки. И принято было решение ее разделить на три этапа. Прогрессивные. Первый коротенький такой же, потом длиннее, потом еще длиннее. Формат получился очень удачный. Входили мы в местах, в которых раньше не бывали. Это вот на ту сторону Ла-Манша. То есть мы обычно Ла-Манша проходим, когда идем куда-нибудь на Фаснет. Да, да. Или в Кваев. Куда в Ирландское море. А так мы пошли в Ла-Манш в Росков. То есть сегибали в французский берег, самую западную часть. И поднимались к Вольфроку, к Англии. И опускались потом через Ла-Манш уже в Росков. Там, конечно, все совсем по-другому. Там еще сильнее течение. Там было очень круто, очень интересно. Поэтому мне эта гонка очень понравилась. И опять же для меня это была гонка. Я была со своей яхтой впервые. Я впервые почувствовала, какая она скоростная. Я впервые почувствовала, что нужно очень много опыта и умений, чтобы эту скорость из нее выжимать. И весь мой сезон, по сути, прошел в узнавании, в знакомстве с яхтой. И в попытках найти свою скорость на разных курсах, в разных электровых условиях. Но еще получилось, что попутно я столкнулась с блок-аутами, с потерей электричества, с поломками келя. Ну, как бы такими запускывающими каждому океанскому гонщику темами. В общем-то, видимо, чтобы я проникла с ними еще больше. Ну, вот из этих четырех гонок, ты еще вот расскажи про условия, в которых они проходят. Какая максимальная сила течения и какие были вот ветровые условия, то есть максимальный ветер? Что вот было в этом году? Ну, максимальная сила течения в регионе, где мы ходим пять узлов, это... Это Монолго. Это Раджишай. Это Раджишай, да. Это Монолго. И если ты попадаешь не вовремя в это место, то очень тебе нехорошо. Понятно. Поэтому, да, нужно быть очень-очень быстрым, чтобы как можно быстрее проходить все точки, чтобы не попадать на такие вот темы. Самый сильный ветер, ну, вот был во время Холодного фронта там до 35 узлов, на самом деле. Ну, для Минька это много. Для класса 40, для Ноки это немного, для Минька это много, потому что он все-таки маленький, потому что он суперзаряженный парусами. Про пандемию все-таки сильно изменило планы, потому что, ну, что касается у меня другая область, да, там все было перечеркнуто, но все было заново организовано и составлено. То есть, я так понимаю, что изменили вот эту длинную гонку на Азора, ее разбили. Что-то еще было вот, что не характерно для все-таки года? Да, были организованы, нет, не было организовано новых регат, но вот изменили формат. Отменились регаты, которые обычно у нас бывали, что было очень, конечно, жалко. Большую часть сезона мы провели в заточении, то есть не было возможности не готовить лодки, не тренироваться, не гоняться. Очень у многих ребят начались финансовые трудности, у многих светили спонсорские контракты, потому что компании поняли, что не смогут... Ну, у многих компаний, чего уж там говорить, начались проблемы, да, и некоторые больше не смогли спонсировать парусные проекты. Для меня лично мне пришлось уехать туда, во Францию, чтобы оказаться там, чтобы вообще весь сезон состоялся, мне пришлось уехать в марте. И карантиниться за границей, это было очень дорого, это было очень неэффективно с точки зрения обычной жизни, но это позволило мне этот проект начать и его отгоняться. Я потратила огромное количество незапланированных денег в этом году. Точно так же я сейчас опасаюсь, я боюсь, что мне не удастся найти спонсоров, чтобы сделать следующий год, потому что на данный момент, на следующий год у меня есть деньги только на аренду, но нет денег на участие ни в одной ребяте, включая мне трансфер. Поэтому я, как все-таки сильный спортивный проект, буду делать попытки найти спонсоров все-таки, в надежде, что сейчас мы, компании, немножечко освоились в новых условиях и по-прежнему кто-то будет интересоваться тем, чтобы спонсировать. Но я понимаю, что в России найти спонсорство на парус очень-очень трудно. Вот, может быть, в какой-то момент мне также придется обратиться к общественности с просьбой помочь. Мы будем организовывать, кстати, этот самый мерч. У нас будет, если в прошлом году мы делали краудфандинг, в этом году я не очень хочу делать краудфандинг. Я хочу организовать продажу сувениров. Не по очень дешевым ценам, но политика будет такая, что это в помощь проекту. Что это не магазин, это в помощь проекту. И, может быть, в какой-то момент мне придется обратиться за помощью для покупки каких-то определенных вещей. Я еще подумаю, как это сделать, но пока что мне хочется по-прежнему, чтобы все-таки нашлась компания-инвестор. Потому что то, что происходит со мной, вот эти вот океанские победы, этого нет в России пока что, да? Одиночников практически нет, побед практически нет. Да. И, ну, как бы настолько перспективно это, насколько вот все европейские компании, которые участвуют даже там в самых невыигрышных парусных проектах, они отмечают, что они отбивают свои вложения достаточно быстро, там, не знаю, за два-три месяца. А потом идет прибыль. Ну, я понимаю, да, ситуация очень, скажем так, нелегкая. И закономерный вопрос, а вот все-таки российские средства массовой информации как-то тебя заметили, они помогают, ты вот где-то выступала, интервью какие-то все-таки, вот что-то было такое? Слушай, я часто скажу, что мне приходится форсировать все, включая средства массовой информации, то есть мне приходится выпускать пресс-ревизы самостоятельно, это делаю я, которые публикуются дальше в официальных источниках парусных, там, в ФПС, в Траша, в СФПС, эти пресс-ревизы тоже делаю я, то есть я заботюсь о том, чтобы, ну, как бы это вложение для будущего спонсора тоже, да, чтобы он знал, что мы работаем с этим. Вот, с точки зрения каких-то других, более, скажем, крупных, более не специализированных источников, в этом году сложно. Если в прошлом году, в позапрошлом году я периодически выступала по телевидению в программах, в локальное питерское телевидение, то в этом году из-за того, что я не могу приехать в Россию, из-за того, что запрещены любые встречи, контакты, никаких программ нету, то есть в этом году гораздо труднее. Вот, иной сил у меня, если честно, немножечко меньше на это все, на поиски медиа, в этом году труднее, да, но я стараюсь. Слушай, я, насколько знаю, ты еще и работаешь, чтобы как-то обеспечить свою жизнь, чтобы как-то свести концы с концами, если не секрет, в какой области? Я работаю в консалтинговой компании в сфере сертификации промышленного оборудования. Ух ты! Да, мы работаем в основном на нефтегазовые проекты. Да, ну и слушатели, может, все-таки кто-то, вот, как говорится, или захочет стать спонсором, или обратиться к тебе за консультацией в этой области. Ну, вот этот сломанный киль, как раз вот здесь, у нас на слайде появился, который находится еще в ремонте. Да, это вот как раз можно понять конструкцию киля, там его была еще верхняя часть, которой сейчас нет. Отсутствует, да? Да, верхняя часть, она в лодке находится, талик проходит внутри лодки и выводит снаружи на лебедки, на шкотовый лебедки. Роудинг – это, опять же, я так понимаю, подготовка, это то, что тебе выдает электронная программа, которая анализирует прогноз погоды, твой гардероб, скорость лодки, да? Да, это как раз одна из гонок, кстати, по поводу вот этой навигации, вот я пользуюсь Expedition, да, я сделала серию обучающих роликов о том, как я пользуюсь Expedition, со своей колокольни, опять же, потому что я могу только вперед просчитать, я не могу эти данные обновлять во время гонки, мне запрещено иметь с собой это оборудование. Вот, но в роликах я рассказываю, собственно, как я строю маршрут сам, как я строю безопасный маршрут, потом, как я использую именно погодные модели, грипп-файлы. Там, ну, ролики достаточно технические, с другой стороны, рассказанные простым моим языком, делала я их в том числе для себя, чтобы, когда я забуду, как я там что-то делала, такое самое случается, я могла к ним уже обратиться, посмотреть. Там, да, я рассказываю, как, в общем, работает программа Expedition, немножечко о погоде, немножечко о том, как и зачем все это делаю, немножечко о каких-то нюансах, о принятии решений. В четырех частях у меня вышла эта программа, называется Navigation on Mini Effect Vision в YouTube, у меня на канале. Да, я вот попрошу у тебя разрешения, если можно, мы и на нашей платформе тоже все выложим, и те, кто будет к нам заходить, учиться, смогут посмотреть это, если ты не против, конечно. Да, да, конечно, можно. Я думаю, что людям будет это интересно. Твой отчет о том, что тебе удалось за этот год приобрести. Вот я его читал, восхищался, там вплоть до лицензии на управление краном было. Такое было, конечно. Их смен должен уметь все, да. Так, ну, если есть вопросы, минимальная электроника – это что, например? Минимальная электроника. Ну да, речь идет, наверное, про мини-транзат, и вот что такое минимальная электроника, я так понимаю, на этом классе, которая разрешена в гонках? Минимальная электроника – это GPS, который не позволяет подгрузить любую автоматическую карту. Плюс можно взять с собой запасное варенье GPS, но это может быть GPS-ка только модели Garmin 73, потому что во всех остальных есть генеральная карта мира, и это недопустимо. Как правило, у всех стоят GPS-ки, ну, типа Furuna 32, Furuna 39, ну, еще какие-то модели других производителей достаточно старые. АИС, АИС сейчас обязательно иметь, но, опять же, с таким дисплеем, который не позволяет видеть никакое считание карты. То есть все, что мы видим, это суда, которые вокруг нас, мы можем увидеть их скорость, курс, удаление от нас и время, предположительное время столкновения, или в каком расстоянии мы разойдемся. Вот. Радио – это ВЧФ радио. Ну, автопилот – это как бы, ну, не к электронике, конечно, но все вспомогательное автопилоту, то есть всякие разные датчики. Это датчик ветра. Там есть ограничения на серийках по вот этой вот электронике автопилотной достаточно серьезные, на протиках можно больше. Вот на серийках там нельзя очень набить дорогие модели, это сделано для того, чтобы стоимость плотки в какой-то момент остановилась, чтобы она не была бесконечной. Вот. Напротив, поскольку это экспериментальный дивизион, там можно практически все. Ну, там тоже есть свои ограничения, но гораздо более мягкие. Дальше, что у нас еще с собой? Кратковоматка только в одну сторону, можно только принимать. А, только принимать, понятно, понятно. А, это типа нафтекса, что ли, у вас что-то? Не-не-не, не нафтекса, обычная радио, типа, как у этих самых, ну, не совсем как у бабушек на огороде. А, понятно. То есть голосовое, не телетай. Нет-нет, это голосовое радио, маленький, небольшой радиоприемник, который нужно настраивать. У него более расширенные функции по настройке по сравнению с обычным дачным радиом, но она позволяет только в одну сторону. Понятно, только принимать. Так, ну, вот еще, конечно, все-таки стоимость вот этого предприятия, наверное, все-таки очень низкая. О чем мы, ну, о чем можно говорить, да? Вот средняя стоимость лодки и вообще участие в этих гонках. Лодку можно купить от 30 до 300 тысяч. Вот такой вот разброс цен. Разброс колоссальный. Да. Соответственно, проект может стоить очень по-разному. Очень трудно быть иностранцем в классе мини, особенно не европейцем. Потому что приходится, мне пришлось переехать во Францию, мне пришлось получать свет на жительство, мне пришлось, как бы, как бы, помимо того, что я разбиралась с новыми условиями вот этих одиночных гонок, мне пришлось разбираться с условиями, как я реализуюсь в чужой стране без языка. Мне пришлось учить язык тоже, ну, как бы, вспоминать, скажем так, я когда-то учила, но не говорила, ну, очень дорого найти жилье, когда у тебя нету счета в французском банке найти жилье, вот как там, снять квартиру на длительный сок, невозможно, принципиально невозможно. Поэтому для меня до сих пор вариант B&B, вот, например, в этом году, когда сняли локдаун, стоимость в том районе, где я тренируюсь, квартирки была 2000 евро в месяц. Ничего себе! Да, вот. И зачастую мне приходится сталкиваться с тем, что я должна тратить очень много сил на поиски чего-то, что мне нужно, либо очень много денег, когда у меня нет времени. По времени у меня нет никогда. Вот, поэтому быть иностранцем очень трудно и очень затратно, поэтому стоимость иностранного проекта всегда дороже только из-за логистики и из-за вот этого accommodation. А так, ну, наверное, среднюю стоимость проекта на два года, включая лодку, можно оценить, там, ну, минимальный проект, наверное, от ста. Да, иностранный проект. А дальше, ну, сколько угодно. Понятно. Выигрышный проект, наверное, от 250 начинается. Самость и дорогой, да. Понятно, что тут нужны спонсоры. Ну, давай тогда вот небольшой такой блиц-опрос. Тут несколько вопросов таких, вот, ну, быстро на них отвечаем, наверное. Так, сейчас проходит гонка в Энди Глоу, в которой заявили шесть их сменок. В чем важность этого события для женского парусного спорта и для женщин, увлекающихся яхтами? Важное событие, безусловно, что женщин стало много. Да, это замечательно. Я не могу сказать, что их начали больше уважать, потому что во Франции их никогда не уважали меньше. Их всегда уважали. Понятно. Вот, ну, безусловно, то, что сейчас на самом деле ощущается, что сделать женский проект в Европе, сделать женский проект в Америке гораздо проще, чем сделать мужской, потому что конкуренция меньше, спрос большой все-таки на женскую тематику. Сделать женский проект в России, мне кажется, так же сложно, как мужской. Так же нереально, наверное, можно сказать. Вот, здесь никаких преференций нету, но и сложности, как многие могли бы сказать, что в женщины не поверят, такого я тоже больше не ощущаю. Есть ли в ближайшее время у женщин шанс повторить победу Элины МакАртура, и что для этого надо сделать? Ну, победа Элины МакАртура была, наверное, в том, что она была очень настойчивой девушкой, что она вообще... На тот момент женщины были исключительны в спорном спорте, я имею в виду, это было исключение. Ну, исключение, верно, да. Тогда это было не распространенное. Урор, когда ты развела, да. Да, и если посмотреть, особенно фильм даже не про Элина МакАртура, а посмотреть фильм про первый женский экипаж на Вильбрэд, Фрейс Эдвардс, ты как бы смотришь и плачешь, как бы им приходилось пробиваться, как в них никто не верил. И, конечно, сейчас немножечко другой калинкот, и победа Элина МакАртура в то время была в том, что она вышла на эту гонку, женщина в одиночку, и то, что она сделала успешную карьеру и смогла добиться второго места. Я думаю, что сейчас есть сильные женщины, которые могут повторить такой же результат. Калинкот будет немножечко другой. И своим примером мне хочется показать, что есть женщины, которые могут выйти на первом месте. Ну, вот свои победы в чемпионате, наверное. Ну, вот следующий вопрос как раз. Есть ли у тебя в планах побить чьи-то яхтенные рекорды, женские или мужские? К примеру, рекорд той же Элина МакАртура в одиночной гонке. Сложно мечтать побить старые рекорды, потому что они были установлены на старых яхтах. Яхты сейчас другие, и все это совершенно по-другому. И я не могу сказать, что я ставлю перед собой задачи, бить чьи-то рекорды. Мне, наверное, хотелось бы... Чем мне нравится офшорный парусный спорт? Что это не про то, кто быстрее, выше, сильнее. Вернее, не только про то. Это каждый раз человеческая история. И это каждый раз какой-то поиск отдельно взятого человека в этом мире. Это каждый раз какая-то трагедия, какая-то потрясающая... Я не хотел говорить это слово, трагедия, но действительно есть много историй, которые не очень хорошо заканчиваются. Нет, дело даже не в том, как они заканчиваются, и по трагедии я не понимаю, как... Не только то, что люди переворачиваются, а вот то, что случилось с Шаралем, который был вынужден вернуться обратно. Это трагедия. И вот это прямо трагедия. Я прямо могу прочувствовать, насколько это трагедия. Но, тем не менее, ну да, нужно зрителям, может, рассказать, те, кто не следят за гонкой Венди Глоб, получилось у него повреждение лодки довольно-таки сильное. Он вернулся на старт, отремонтировался и стартовал заново. И сейчас он молодец, да, он держится, он по-прежнему... Так, дело даже не только в этом. Дело в том, что для него это не первый Венди Глоб, что он уже с этим Шаралем упражняется, по-моему, больше трех лет. И то, что он один из фаворитов, то есть он должен был занять первое место. На это угроблено, ну, не угроблено, на это потрачена практически вся его жизнь. Вот, и трагедия как раз в этом. Когда ты начинаешь... Вот я сейчас, когда у нас в классе Мини, ты можешь посмотреть про фактически любого ехатьмена. Вся история записана. И когда я там иногда ищу что-то, какую-то лодку, ее историю, какого-то человека, я смотрю, что там все знакомые имена. Все, кто практически был в Венди Глоб, ты их встречаешь. Ты можешь увидеть историю ехатьмена, как долго он шел к тому, чтобы оказаться в этой Венди Глоб. Вот. И именно об этом я и говорю, про вот эти вот человеческие истории. И в отличие от олимпийского спорта, это не всегда профессиональные деятельности. Иногда приходится там проекты Венди Глоб делать самостоятельно, с помощью семьи. В свободное проработаю время. Ага. Вот. И как раз вот в этом для меня весь смысл, наверное, то, что это же как бы живая жизнь. Это не вот этот вот вылочный олимпизм. Это живая жизнь. Понятно. Ты планируешь участвовать. И бить рекорды, как бы, ну, мыслить категориями побить чьи-то рекорды, это трудно. Хочется прожить какую-то свою такую историю, которая оставит какой-то значимый след. Ты планируешь участвовать? Опять же, трудно планировать, когда это денег. Понятно. Ну, в Венди Глоб, я имею в виду, да. Ну, в Венди Глоб, я имею в виду, да. То есть, если предоставится, то планируешь. Ну, хотелось бы, да. Да. Что для тебя было самым сложным и вызывающим в процессе одиночной гонки? Ну, тут вот многие участницы Венди Глоб упоминают, например, проблему с депривацией сна. Ну, наверное, к этому все уже привыкли. Да. Ну, да. Долго не спать и как-то, ну, это уже... Это очень трудно. Вот. Но это какая-то данность, без которой никак. Мне было очень трудно привыкать к сильным ветрам, то есть у меня были большие страхи, вот, с которыми я постепенно борюсь. Ну, не борюсь, а с которыми я постепенно встречаюсь. Понятно. Сейчас, слушай, ну, на самом деле, ты все время чувствуешь ответственность, каждый старт, в качестве гонки, это, ну, большое, большое нервное напряжение. Наверное, для меня самое сложное – это нервное напряжение нескольких дней, нескольких, может быть, недель, две до старта. Потому что ты, как бы, становишься таким не самым приятным человеком для своего окружения. Что для тебя было интересно в гонках, помимо самих гонок? Так, наблюдение за погодой, морской живностью, какую доводилось видеть, что за собой, своими мыслями, рефлексией и тому подобные твои варианты. Ну, мне, да, за собой я наблюдаю, что у меня совершенно другой режим жизни, режим питания, это, собственно, на яхте во время гонки, и он мне нравится больше, то есть мне комфортно как-то жить там, чем здесь. Вот. Он какой-то более естественный. Мне очень нравится в классе мнения, что нету отвлекающих факторов, что нет вот этих мобильных телефонов. Мне очень нравится, что нету автоматических систем роутинга, потому что ты думаешь в итоге, у тебя есть возможность сконцентрироваться полностью на этой гонке, на том, что происходит с тобой и с яхтой. Это очень офигенно. Вот. Как только, ну, как бы появляется, ну, я же хожу в перегоны, да, там, до точки старта. У меня бывают длинные перегоны, там, по 200 миль. Просто я иду, чтобы прийти в зону старта. Я иду, естественно, с Биониксом там, ну, это другое. А в плане природы? Ну, природа всегда круто. На самом деле, во Франции там, ну, кто ходил, тот знает. Вот эти вот приливы, отливы и течения меня, когда я туда приехала, меня просто впечатлили. Я никогда не ходила в приливных зонах. Я просто офигела. Вот, что может происходить. А потом я офигела, как это можно использовать во время гонки, как это интересно все посчитать. Вот, ну, и живность, дупинчики, китики, птички. Что чаще всего удивляло тебя в гонках, особенно, когда, казалось бы, все было спланировано, и вдруг что-то пошло не так? А, это как каждая гонка? Ну, да. Ты такой, блин, только что сейчас в офисе, вот все пошло не так. Как удается всегда сохранять позитив в гонках, если удается? Не удается, не всегда позитив, нет, ну, понятно. Бывает депрессия. Ну, нет, это как бы не депрессия, но ты бываешь с лишним ситуацией, там, еще на что-то. В этом году, там, мне было труднее. Это было... В прошлом году я была вообще такая восторженная. Мне было очень трудно на берегу, когда я готовилась к гонкам, но в гонке я всегда была такая восторженная. Так, вау! Вот, мне очень нравилось, и было так круто. В этом году у меня, поскольку большие амбиции, у меня более серьезная лодка, и мне, я очень боюсь не показать результат. И, конечно, у меня другое напряжение, совершенно по-другому все закончено. Я уже не умиряюсь проплывающему дельфинчику. К сожалению. Ну, нет. Нет, это было? Ну, да, блин, к сожалению, я стала таким спортсменом, спортсменом. Какая из гонок и какой момент в своей спортивной гоночной истории был для тебя наиболее эмоционально тяжелым? Была такая ситуация эмоционально тяжелая. Мы шли с товарищем на двух миниках, он на своем, я на своем, на Азоры. И мы уже прошли там первые 300-400 миль. Мы с ним дружили, прям дружили. Он испанец. И как-то вот так получилось, что мы встретились там в океане и решили, что как-то подержимся немножко вместе. И ожидали прохождения как раз вот холодного фронта. Мы тогда все были еще зеленые. И все слышали, что идет фронт. И все как бы такие, весь флот перепугался. Прямо чувствуется. Ты хоть, может быть, никого не видишь, но ты, ну, чувствуешь. Где-то какие-то обрезки разговоров слышишь там. Кого-то на Аисе увидел каким-то курсом. Все начали сливаться на юг, пытаясь уйти подальше от сильных петров. И мы тут же начали сливаться. А потом такие позвонили друг другу. Ну, мы там шли где-то 3-5 минут по другу. Он такой, ну, что-то как бы я тут посчитал, что надо идти в фронт. Я говорю, я посчитала, я уже полчаса об этом думаю. И мы-то с ним пошли вместе. Мы пошли-пошли, пошли-пошли. И вошли в этот фронт. И было много ветра. И мы начали рифиться. И рифились, и рифились. И началась ночь. И он мне звонит, говорит, позывает. Мне иногда потекут за то, что я терминологию ясно неправильно использую. Позволяйте себе. Короче, звонит он, например, по ВИЧ. Говорит, что у него вышел из строя топливный элемент. Что у него еще вчера вышла из строя солнечная панель. Что он в панике. Что он боится, что у него сейчас закончится электричество. И больше зарядиться у него не будет возможности. А идти нам еще неделю. Вот так вот. И идти как бы сейчас сильные ветра. Мы идем против ветра. И он как бы вот прямо в панике. Потому что если мы разговариваем, мы говорим, ну блин, давай мы подожди. Он говорит, я поверну. Я уйду. Я схожу за ланки. Я пошел. Все, говорит, я пошел в Асфальт. Да и с вами пристанили. И так как-то я не смогла, может быть, я не знаю, могла ли бы я найти какие-то слова, чтобы его удержать. Я просто сейчас уже оказалась в такой же ситуации. В этом году у меня не было электричества долго. Я понимаю, что это проходимо. И вот до сих пор я себе корю, что может быть надо было чего-то такое сказать, чтобы он остался. Вот. И он принял решение. Он провернул. Он ушел. И вот как бы я осталась там одна в этом холодном фронте. И я не знала, что мне делать, то ли как бы идти за ним его подержать, то ли продолжать. И вот как бы, ну, такое вот смятение у меня было. Сейчас-то ситуация, она более понятна, более... Вот. Ну, я продолжила свою гонку. В итоге оказалось, что это решение наше было совершенно правильно. Я очень много на этом выиграла. Я в этой гонке пришла восьмой среди ОГО-3 на старой-старой лодке. Вот. Ну, вот такой момент, связанный с... Даже не со своим. А, у меня после того, как он ушел, через два часа вырвался автопилот полностью. Понятно. Да. Вот, но у меня не было страха. У меня даже не было вопросов. Поэтому, ну, как бы надо починиться. Понятно. Вот. Одним словом, можно назвать то, что тебя больше всего удивило, впечатлило в гонке мини-трансата и чемпионате Франции. Я запрещу, я перестала удивляться. Ну, все, как бы, настолько удивительно, и насколько, как бы, все происходит не так, как ты планировал. Ну, вот, меня, наверное, ну, не то, что удивляет, но я, ну, я все больше и больше понимаю, что ничего не так планировалось. Ни в мини-трансате, ни в чемпионате Франции, ни в классе мини, и теперь я понимаю, что в жизни ты вообще ничего не так планируешь. Все стремится к хаосу. Да, все стремится к хаосу. Не надо как-то в этом хаосе попытаться быть в нужном себе направлении. Да, я тебя понимаю. Так, как бы ты хотела модернизировать лодки, на которых гоняешься с точки зрения комфорта, например, сна? Есть у тебя, может, любимая подушечка, которую ты с собой берешь? Да, у меня есть любимая подушечка 100 на 100. У меня мягкий пуф с шариковым наполнителем для бассейнов, на котором я сплю. Очень шикарная вещь. Но на самом деле, вот сейчас на лодке 5-7-9 я себе организовала очень хорошее спальное место, где нужно было отдыхать с большим комфортом и быстро оттуда выскочить на палубу. Когда я пришла на Канопус, я поняла, что никакого спального места нет, не предвидится, что там он просто сконструирован так, что спать негде. Я очень сильно расстраивалась. Я думала, как же я буду отдыхать, как же я буду отдыхать. Я очень сильно переживала по этому поводу, потому что отдых это очень важно, супер важно. Потом я поняла, что на просеке ты настолько сильно задолбался, что у тебя уже все равно в какой позе, где ты будешь. И возможности как-то на сирике раздеться и поспать там полчаса нету. Вернее, может быть, ты можешь поспать полчаса, но только не раздеться. Ты спишь полностью одетый, потому что в любой момент может что-то случиться. Я научилась отрабатывать сидя в любом положении, в каких-то неудобных позах. И вот подушечка 100 на 100 мне немножечко в этом помогает. Как-то усовершенствовать я даже не знаю. Я даже не знаю. И так все хорошо. Отлично. Это главное. Какой совет ты можешь дать тем, кто собирается участвовать в одиночных гонках с точки зрения бюджета и по другим параметрам? Подготовка, спортивная форма, психологическая подготовка и т.д. Ну, наверное, прежде всего, готовиться к тому, что все пойдет не так, как ты хотел. И готовиться к тому, что придется пройти через многие трудности, через моменты отчаяния полного. Это точно будет. С другой стороны, награда, она того стоит. То, чего ты достигаешь, то, от которого ты достигаешь. А с точки зрения бюджета, наверное, все-таки вступать, имея бюджет или какие-то договоренности. Причем бюджет не впредит, потому что всегда будут неопланированные расходы, иногда очень большие. Поэтому очень аккуратно относиться к бюджету и пытаться его планировать немножечко вперед. То есть не переходить в ситуацию, когда у тебя совсем нет денег в какой-то момент. Будет очень тяжело. Быть готовым к тому, что придется быть одному очень много. Несмотря на то, что в классе атмосфера хорошая и вроде бы все друг другу помогает, но то всегда один. Есть ли у тебя мысли попробовать гоняться на лодках другого класса? Какого? Ну, хотелось бы погоняться на лодках другого класса в одиночку. Какого? Ну, здесь такой ремонт есть класс. На Фигаро-3 я бы, может быть, покаталась. Я не знаю, на Фигаро-3 очень большая конкуренция, поэтому мне трудно оценить набранный мной опыт, насколько он там был бы. На какую ступенечку встал он среди остальных спортсменов, но это интересный класс. Класс 40, мне понравился класс 40, но он очень тяжелый физически. То есть он очень интересный, у них очень много интересных гонок. Может быть, я уже позанималась. Я всегда, когда смотрю на все это, я думаю, ну, ведь кто-то же делает, почему не я? Я смотрю, как другие девчонки делают, на классе 40 ходят. Думаю, ну, значит, это возможно. Вот, но иногда понимаешь, что на каких-то яхтах стыднее. Вот, ну, конечно, это что-то я про одиночку говорю. На Ульти, либо на Тремаране я прокатился. Ну, я говорю, да, да. Да, молодец. Ну, это правильно, надо ставить серьезные силы, достигать. По какой еде скучаешь на лодке? Не по какой. Не скучаю. Не по какой, везде, в сердце. Понятно. Мне вообще еда на лодке как бы так, для поддержания сил, оказывается. Ну, понятно. То есть ты не придаешь этому особого значения. Нет, как оказалось, что нет, ну, ты настолько занят просто. Когда ты идешь в круизе, ты о еде думаешь, потому что ты не очень сильно занят. Да, да. Когда ты идешь на минике, на одиночку, на любой, особенно на минике, особенно на просеке, ты настолько занят, тебе вообще пофигу, тебе бы не забыть поесть, потому что иногда никто времени не поест. Вот, но я могу еще сказать по поводу еды, что полностью у меня никогда не бывает алкоголя. Я очень люблю выпить вина. Но у меня никогда не бывает никакого алкоголя во время гонок, переходов. И никаких энергетиков и прочего-прочего. Понятно. Ни попал кофе, только чайок. Ну, энергетиков а хочется или вот... Ну, понятно, бутылочка вина иногда хочется, бокальчик. Ну, если, как говорится... Ну, не на яхте. Не на яхте, понятно. Прямо не хочется. Прямо не надо. Если бы во время гонки могла пригласить кого-то одного на час на лодку, допустим, кто бы это мог быть? Кто-то из надежных парочных товарищей, с которыми уже много-много-много пройдено. Чтобы обсудить какие-то нюансы. Михаил? Можно было бы доверять. Но Михаил со мной ходил, кстати. А, Мишка на тару его пригласила. Вася. Ну, с Ватиной тоже ходила, кстати. Вася со мной. Вася Алексеев прошел со мной две гонки. Дабл Хэнт. Они не фастинг на шестой пнили, и Лорьяновскую, коротенькую на 10-50. Чего больше всего боится Яхмен, когда участвует в длительной одиночной гонке? Чего боишься ты? Аварий определенных. Со мной случилось уже две. Я уже сама власть, уже сама власть. Теперь я боюсь встречи с плавающим объектом. Я боюсь. Наверное, это вот по себе могу сказать. Это мой второй страх. Первый страх – это все-таки выпасть за борт. А, ну это я не боюсь. Ну, вернее, я об этом не думала. Ну, да, ты об этом не думаешь, но ты все равно это понимаешь, что это, как говорится, может быть, последнее в твоей жизни. Слушай, но пристегиваться надо. Не, это само собой, да. Как говорится, такие мысли бывают. Одежда для гонки. Без чего не обойтись на борту? Есть ли любимые вещи? Есть ли у вас какой-нибудь свой мерч, который могут покупать поклонники Лифтмена? Да, про мерч я уже сказала, что мерч будет. Да, он будет не по дешевым ценам, но это по помощи проекта. Извините. По поводу любимой одеты, да, у меня есть любимые вещи. На самом деле, гардероб тоже, он сильно не меняется. Очень важно иметь, как минимум, два непрома. Потому что каким бы хорошим ни был непром, он может промокнуть. Мне очень нравится, я пользуюсь одеждой Гилб, мне очень нравятся штаны с оксидывающейся попой. Для меня просто стало незаменимым, потому что бывает у нас в сезоне очень холодно, в лесной, прям холодно. И раздеваться, ну, девочки их поймут. Сходить в туалет девочки прямо, нужно раздеться целиком, если у тебя нет такого непрома. И, соответственно, штаны с оксидывающейся попой я покупаю у отечественного производителя. Вернее, как последние штаны мне подарили, хотелось бы говорить, у Орлова дизайнера в Петербурге. Флисовые штаны, комбинезон с оксидывающейся попой. У Гилла тоже есть очень хороший комбинезон, флисовые, но вот женской версии нет. Для мальчиков там все хорошо. Ну, в общем, очень важно, на самом деле, на минике максимально долго остаться сухим. Вот, и потратить на это ущелье. Жилет хороший, очень важно. Шапка есть любимая? Любимой нету, но шапки есть. Мне пока нет ни одной самой удобной, самой лучшей. Да. Ну, и последний вопрос. Советы или рекомендации всем, кто хочет учиться яхтингу в 2021 году, планирует переходы, прочие яхтные привлечения в наше непростое время? Что бы советовать? Советую планировать, идти и набираться опыта. Вот, ну, как бы, другие, которые вот нравятся, которые отвечают, скажем так, к вашим внутренним критериям. Вот если кажется, что дело правильное, хорошее, надо идти. Спасибо за интересный разговор и побед на запланированных стартах. Еще вопрос. У вас путь к участию в мини-трансат чем-то похож на путь Джессики Уотсон, к ее кругосветному путешествию в одиночку. Если бы у вас так же сложилось, как у нее, в 16 лет, вы бы смогли отправиться в такое кругосветное плавание, чтобы на это сказали ваши родители? Я бы сказала, у меня ничем не похож на путь. Извините, на Джессику Уотсон мне ни разу не помогали родители, потому что просто не в состоянии. Мне пришлось самостоятельно. У меня ни разу родители не были яхтсменами. Я первый яхтсмен в семье, единственный. Да, понятно, да. То есть вообще ничем мой путь не похож на путь Джессики Уотсон. И Джессика Уотсон турист, я занимаюсь гонками. У меня спортивный, у меня такой нормальный спортивный путь через стернии. Окей, другой вопрос. Ты бы захотела поменять, вот если бы у тебя была возможность в 16 лет, не в 16, а в 14, она, по-моему, стартовала, насколько я помню, в 14 лет, да? В 16? В 15, по-моему. Ну, там, конечно, верный тяж, ее не выпускали в 15, да. Если бы поменяла бы свою судьбу на кругосветное плавание, и вот тебе представилась такая возможность в 14 лет. Пройти кругосветку, стать знаменитой, но, как говорится, не участвовать в гонках. Окей, случайно, мне не очень хочется быть знаменитой. Мне приходится заниматься, как бы, вот этим вот медиапродвижением, потому что мне нужно найти спонсоров на то, что я делаю, и мне нужно рассказать все о том, что я делаю, чтобы люди узнали о том, что так можно. Быть знаменитой мне не хочется. Окей, другая страна. Хотелось бы мне, вот я много раз, ну, хотелось бы в кругосветное именно путешествие, и каждый раз понимаю, что нет путешествия, не хотелось бы. Пройти в гонку вокруг света без остановки, да, хотелось бы. Понятно. А какая бы была яхта, гоночная или круизная? Ну, конечно, гоночная. Понятно. Я, если честно, на круизера ходила, можно пересчитать на пальцах, ну, наверное, все-таки двух рук, но пересчитать на пальцах можно. Так, ну, вроде бы у нас все вопросы, ну, наверное, будем закругляться, мы и так уже довольно-таки долго беседуем, ты уж прости, что так затянулось, вот, но очень здорово получилось, очень живо, вот, хочу тебя поблагодарить, конечно, за этот прямой эфир, но запись будет, и те, кто не попал, смогут посмотреть либо пересмотреть. Так, спасибо большое, было очень интересно с нами беседовать, интервьюальные вопросы, обратная связь, какой очень круто. Все, друзья, на этом мы с вами прощаемся, до встречи. Спасибо, пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok